Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садом и огородом и помогаем выразить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня расскажу, как правильно обрезать черную смородину и крыжовник, а также как ухаживать за этими ягодными культурами, чтобы быть с хорошим урожаем. Первым делом обрежем кусты смородины, ведь смородина вступает в вегетацию очень рано и нужно позаботиться удалить лишние ветви, старые ветви, чтобы они не отнимали питание у куста. В первую очередь мы удаляем старые ветви возрастом 4 года и старше, потому что такие ветви уже покрыты лишайниками, мхами, имеют множество боковых ответвлений и оттягивают лишь лишние силы у куста. На них формируется мелкая невзрачная ягода, поэтому такие ветви удаляем в первую очередь. Во-вторых, удаляемся ветви, которые растут слишком низко, ложатся на землю, они также не нужны, они лишь загущают куст, мешают освещению кроны. Удаляем также слабые и загущающие ветви, чтобы они не затемняли кусту, чтобы больше было солнца, куст больше проветривался и не возникали различные заболевания. После обрезки куст смородины должен иметь хорошо освещенную солнцем крону, разряженную крону. Он должен хорошо продуваться ветром, чтобы не возникали различные грибковые заболевания. После обрезки достаточно, чтобы на одном кусте смородины осталось 12-15 ветвей различного возраста. В этом случае смородина будет давать отличный урожай. После обрезки обязательно внимательно осмотрите ветви смородины. Если вы заметили на ветвях крупные вздутые почки, это почковый клещ, который поражает смородину и многие другие ягодные культуры. В этом случае такие почки нужно обязательно удалить, ведь в каждой почке может быть несколько тысяч клещей, которые будут отнимать силы у растения, будут высасывать все соки, а также они разносят опасное вирусное заболевание, реверсию смородины. Поэтому такие почечки вздутые обязательно удаляем. Если вы заметили побеги, полностью пораженные такими вот крупными вздутыми почками, удаляйте побеги полностью. Это обезопасит вас от распространения данного вредителя. А теперь о крыжовнике. Принцип обрезки крыжовника очень похож на обрезку смородины. Опять же, удаляем старые ветви. Но в отличие от смородины, крыжовник может очень долго плодоносить на одних и тех же ветвях. И, например, на одной ветке крыжовник вполне может давать хороший урожай в течение 8 лет. Но все же, если вы заметили старые ветви, усыхающие ветви, покрытые мхами и лишайниками, их лучше, конечно же, удалить. Кроме этого, крыжовник очень склонен к загущению. Он образует очень много побегов, молодых побегов, тонких. Их нужно практически все удалять, оставлять лишь самые толстые и самые сильные. Всю мелочь нужно вырезать, чтобы, опять же, куст крыжовника хорошо проветривался и освещался солнцем. Нужно удалить все ветви, которые ложатся на землю, сломанные ветви, загущающие ветви и пересекающие, чтобы после обрезки куст крыжовника имел хорошую разряженную, хорошо освещенную солнцем крону. Затем, когда кусты уже обрезаны, нужно приступить к обработкам. Ранней весной, когда почки еще не распустились, не набухли, можно использовать в сильной концентрации медсодержащие фунгициды. В первую очередь, это бордосская жидкость. Обрабатывать кусты трехпроцентным раствором. Но уже начался сезон, почки набухли, поэтому растворы столь сильной концентрации лучше не применять. А использовать растворы более низкой концентрации и обрабатывать смородину и крыжовник однопроцентным раствором бордосской жидкости, можно же использовать и другие фунгициды, например, фунгицид азофос. Опять же, обрабатывать кусты однопроцентным раствором. Это что касается профилактики заболеваний. Если же у вас на смородине появился почковый клещ, тогда обработки нужно проводить и от него, использовать акарициды. Но ранней весной многие препараты еще плохо работают, потому что не позволяет температурный режим. Температура еще попросту низкая. Основная миграция клеща происходит, когда выдвигаются бутоны из почечек. И в этот период клещ распространяется на другие кусты, на другие растения. А это обычно в начале мая или в конце апреля, в зависимости, какая весна, холодная или теплая. И в этот период, конечно же, смородину нужно обязательно обработать акарицидами. Я использую акарицид ПФК Лерос. Это акарицид на основе серы, и он довольно эффективно справляется с клещом. Но опять же, смотрите на температурный режим. Ведь такие препараты на основе серы действуют при высоких положительных температурах. Лучше всего, если температура будет около 20 градусов тепла, не ниже. Тогда акарицид, конечно же, подействует. Это что касается обработки смородины. ПФК Леросом крыжовник обрабатывать, в отличие от смородины, ни в коем случае нельзя. Ведь при такой обработке крыжовник сбросит листья. Именно для этой культуры вот этот препарат не подходит. Но нужно отметить, что крыжовник редко поражается почковым клещом. И в принципе, обрабатывать кусты от этого вредителя необходимости большой нет. Основная проблема при выращивании крыжовника, это, конечно же, мучнистая роса. Вы наверняка часто замечали, что ягоды покрываются неприятным таким вот мучным налетом. Покрываются таким налетом и листья, затем они осыпаются, и урожай вырастает очень скудным и неприглядным. Поэтому перед цветением кусты крыжовника нужно обработать препаратом топос против мучнистой росы, а затем после цветения, когда уже завяжутся ягодки, повторить обработку. Достаточно двух обработок, чтобы ваши кусты не заболели. А теперь поговорим о подкормках. Если вы с осени щедро мульчировали свои кусты органикой, перепревшим навозом, либо компостом, то удобрений, в принципе, можно никаких и не применять. Но если вы не использовали компост для мульчирования в осенний период, то, конечно же, без удобрений не обойтись, ведь крыжовник и смородина очень любят хорошее питание. Ранее весной еще не поздно замульчировать ваши кусты вот этими органическими удобрениями. Например, под один взрослый куст крыжовника, либо смородины, понадобится 3-4 ведра перепревшего компоста, либо навоза. Можете добавить немножко золы. Но, опять же, смотрите по своим почвенным условиям. Если у вас почвы щелочные, то, конечно же, золу не нужно применять. А если почва у вас кисловатая, то зола вовсе не навредит ни смородине, ни крыжовнику. На один взрослый куст 2-3 стакана золы. Это послужит отличным питанием для куста. Для тех, у кого нет под рукой органических удобрений, нет в наличии золы, можно использовать и минеральное удобрение. Обычно комплексное удобрение, например, ту же амафоску, и вносить ее в пресвольный круг под кусты. Вносим по периметру кроны. Если почва сухая, то, конечно, перед таким вот внесением ее нужно пролить. И норма внесения 40-50 грамм удобрения на квадратный метр. Обычно под взрослый куст хватает 100-150 грамм удобрения. Не забудьте обрезать крыжовники смородину весной, а также обработать эти ягодные культуры, чтобы потом быть с отличным урожаем. Спасибо за внимание и до новых встреч!